Льготникам Нижневартовска станет проще подавать документы на получение субсидий. Раньше, чтобы получить компенсацию для оплаты жилья и коммунальных услуг, им приходилось отстаивать очередь за справкой об отсутствии задолженностей. Теперь этого делать не нужно. С 1 апреля филиал Центра социальных выплат Югры и Нижневартовский расчетно-информационный центр будут обмениваться информацией о начисленных платежах без участия югорчан. В чем плюсы нововведения и кого они коснутся, выясняла Елена Составова. В Нижневартовский расчетно-информационный центр каждый день обращалось 35-40 жителей города только для того, чтобы получить справку об отсутствии задолженностей за жилищно-коммунальные услуги. Создавались очереди, специалисты не успевали работать с посетителями. Справиться с проблемой помогло простое и логичное решение. Правда, воплотить в жизнь его удалось не сразу. Механизмы взаимодействия начали прорабатывать еще в октябре 2018 года, когда открылся фронт-офис расчетно-информационного центра. Нужно было решить некоторые технические и юридические вопросы. Очень было много обращений и жалоб по поводу того, что я стою здесь в очереди просто из-за справки о том, что я действительно плачу, у меня нет задолженности. Естественно, это неудобно для жителей нашего города. Я думаю, что для этого и создали этот обмен. Это конкретно разгружает нашу работу операторов. Мы можем проконсультировать жильцов нашего города. В минувшем году мерами социальной поддержки воспользовались более 35 тысяч горожан. В основном это инвалиды, ветераны труда, труженики тыла. То есть люди, которым сложно передвигаться по городу и отстаивать очереди. Раньше люди ходили близко к своему дому, в ЖЭО. Сейчас им приходится за этими справками обращаться на НРИЦ. Чтобы люди не ходили и не тратили свое время, мы приняли такое решение, значит, подписать такое соглашение. Но здесь сторон в нем не две, а больше. В этом соглашении участвуют также управляющие компании, которые работают с Нижневартовским расчетно-информационным центром и ресурсоснабжающие организации НЭСКО, теплоснабжение и Городоканал. Проект только начал реализовываться. С начала года информационная база РИЦа пополнилась необходимыми данными, чтобы межведомственное соглашение смогло вступить в силу. По закрытым каналам связи в рамках этого соглашения мы имеем доступ именно по гражданам в режиме просмотра, именно начислений и задолженности. Это определенная программа, которая принадлежит Нижневартовскому РИЦ. Они предоставили нам такую возможность в рамках соглашения. И наши специалисты, определенные, назначенные ответственные специалисты, именно в этой программе смотрят всю интересующую нас информацию, связанную с начислением и задолженностью. На первых порах нововведения коснутся собственников жилья, чьи квартиры находятся на обслуживании первой и второй управляющих компаний жилищного треста номер один и производственного ремонтно-эксплуатационного треста номер три. В будущем, если другие управляющие компании подпишут аналогичное соглашение, услуга станет доступна большему числу вартовчан. Елена Состовова, Рамиль Хайрулин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.